Не изменяя своим традициям, мы, как всегда, по пятницам встречаемся с психологом Анетой Орловой, которая приходит для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. И этих вопросов сегодня очень много. Приступим. Пишет нам Юлия, ей 41 год. Цитирую. Анета, добрый день. Жила до 40 лет бессознательно, до кризисного момента. В скобочках, измена мужа. Стала увлекаться психологией, чтобы пережить боль. Стало легче, когда узнала о психологических и физиологических процессах в человеке. Волнуюсь, как наше с мужем ранее бессознательное, инфантильное воспитание детей отразится на них в их взрослой уже жизни. Вижу последствия этого воспитания у детей. Дочка отличница. Хорошая для всех. Сын манипулятор и в трудных ситуациях уходит в жертву. Совершенно не принимает любую критику в отношении себя, даже выраженную в «я-послании». Уже сейчас говорит, что он мне всю жизнь будет это помнить и ненавидеть за это. Я отвечаю, что если это ему поможет в его развитии, то я приму это, как можно им помочь. Да. Юля, вы большая умница, что вообще так очень системно. Видно, что вы много работали с собой, много материала, прочитали, я так понимаю, и обработали. Вы знаете, вот есть какие-то точки важные, которые... Вот я скажу, чего не достает. Не достает понять, сколько лет вашим детям. Особенно сыну. Вот этот момент, конечно, его не хватает. Если вы вдруг сейчас слушаете, я надеюсь, что вы слушаете, напишите, если есть возможность написать. Если нет, ок, будем стараться сами. Почему я это спрашиваю? Потому что вы как бы описали сына, и тут тоже очень важно понимать, какой параллельный процесс в его развитии идет. Потому что в разные периоды совершенно разные реакции. Если мы говорим, что ваш сын находится в подростковом возрасте, то многие из его реакций, они будут просто оправданы самими кризисами этого периода. Потому что есть понятие кризиса развития, и тогда вот то, что он вас, в общем-то, выбрасывает, эвакуирует эту агрессию, раздражение, все остальное, это может быть абсолютно естественный процесс в ответ на какое-то ваше движение. Вот что я слышу? Я могу ошибаться, потому как я вас не вижу, и вижу только письмо. Но я слышу, что чрезмерное погружение пошло в психологию. То есть как будто бы вы очень сильно стали все исследовать, сложный достаточно материал, и как будто бы исследовали его сами. То есть так как вы очень умная, вы как бы были его в состоянии обработать сами, но это привело к какому-то такому состоянию, когда вы провалились в какой-то хаотичный объем, еще, небось, в разных источниках, с разных мест. И это все немножечко вас нагрузило, потому что как-то с одной стороны вам это помогло справиться с ситуацией с мужем, с другой стороны вы очень глубоко куда-то копнули и как-то там немножко подзастряли. Вот это бессознательное, инфантильное воспитание детей отразится на них в их взрослой жизни. Ну, во-первых, я хочу сразу вас успокоить. То есть 99% родителей, да, нанося своим детям определенные травмы, безусловно, об этом абсолютно не задумываются и даже не понимают. Если бы они понимали бы, возможно, бы они бы в меньшей степени, процентов 80 из этих родителей, они не совершали бы этих ошибок. Это первое. Второе. Невозможно воспитать ребенка и не причинить ему какие-то определенные неприятные ситуации, да, и в том числе травмы. Более того, если глубже смотреть, то мы увидим, что те родители, которые все на свете делали, стараясь не нанести ребенку хоть малейшего дискомфорта и удовлетворяли потребности детей ранее, чем те образовывались, оказывается, тоже таким образом детей травмировали. Потому что, оказывается, для ребенка определенные дефициты, определенные проблемы, определенные эмоциональные переживания, в том числе со знаком минус, ну, немножко, они необходимы. И я могу вам сказать, что вот тема моей экспертизы – это тема повышения самооценки. Целый год, да, мы работаем с людьми в этой сфере, и это большая моя программа. И я могу вам сказать, что вот как бы ни старались, как бы мы что ни делали, все равно у каждого человека есть определенные трудности, связанные с родительскими фигурами. И это нормально. Оказывается, что если родители вообще, ну, предположим, не нанесут никаких, не совершат никаких ошибок, не нанесут никакого, вообще никакого травматического опыта, что невозможно, но если такое будет, то психика ребенка будет испытывать дефицит. Она будет искать извне кого-то, кого эти эмоции ему доставят. И поэтому очень часто у самых идеальных родителей возникают ситуации с детьми, когда дети ищут какого-то извне агрессора, тирана, какого-то совершенно неадекватного человека, в виде партнера, в виде друга. И потом родители говорят, ну, что же это такое, неужели тебе надо было это вот так вот словить, хапнуть? Конечно, надо было. Поэтому вот в любой семье будут такие моменты. Следующий важный фактор. Куда вы провалились в какое-то чувство вины? И вот это чувство вины, где вы находитесь, оно вас отделяет от вас самой. И вы говорите мне, как помочь им? Вот смотрите, похоже, помочь надо не столько вашим детям, сколько вам самой. Потому что вы сталкиваетесь, например, с ситуацией с сыном. Да, вы ему говорите, он манипулятор, вы проанализировали, уходит в жертву, вы тоже это видите, не принимает никакую критику. А вот у меня тут выражено в «Я послании» говорит, что будет меня ненавидеть и помнить все. Ну, это такой кризис. А я думаю о том, а вы, когда смотрите на своего сына, вы кого видите в сыне? Какие ваши, какой перенос у вас срабатывает? Кого вы помещаете внутрь вашего сына? Человека, на которого, похоже, у вас вытесненная есть агрессия. И как будто бы вы бессознательно, с одной стороны, вы как будто бы стараетесь ему помочь, а с другой стороны, то, что вы пишете, в общем-то, в этом такой заряд достаточно много. И обиды, и боли, и гнева, и ярости. И вы имеете на это право, во-первых, потому что он совершает какие-то ошибки, а во-вторых, вы еще и помещаете в него вот кого-то другого. С кем-то вы проводите параллель такую. И тогда вы должны были бы задать вопрос, а что мне делать, чтобы наладить отношения с сыном? Или а что мне делать, чтобы мне меньше об этом разрушаться? А что мне делать? А вы задаете вопрос, как им помочь? То есть как-то странно. Какое-то двойное послание. Поэтому искать нужно то, что вы чувствуете. Помогать нужно вам для того, чтобы вы для себя создали вот такую для себя какую-то внутреннюю систему, где вы важны. И раньше вы занимались мужем бесконечно, и потом столкнулись с изменой, у вас пошло разочарование, но вы справились, вы почувствовали, что вы должны измениться. А потом вы начали заниматься тем, как вам поправить то, что вы сделали не так с детьми. Вот есть ощущение, что вы хорошо можете меняться самой, но вы боитесь, чтобы другие люди немножко менялись под вас. И этого избегаете. И вот тут я чувствую, что связано с вашими границами. То есть вы, столкнувшись с какой-то трудностью, используете только свое внутреннее пространство для того, чтобы что-то менялось. А немножко надо и вовне выходить. Вот это я так чувствую. По поводу дочки. Для того, чтобы дочка менялась, вы должны перестать быть идеальной. Вы сейчас демонстрируете, что вы хотите быть идеальной мамой. Это тоже история. Вы отличница как мама, а она хочет быть отличница как ученица. Личная территория с Аннетой Орловой. К следующему вопросу пишет нам Мария, 44 года. Дорогая Анетта, этот год начался шикарно благодаря вашей программе «Ресурсный год». Искренне благодарю. Вопрос следующий. Мы с мужем в браке 16 лет, двое детей, 7,2. Три года назад муж изменил, но выбрал остаться в семье. Мне кажется, я это пережила. На данный момент чувствую, что из отношений ушла эмоциональная близость. Я долго была в декрете, много времени и сил уходит на детей. С мужем нет общих вовлечений, как раньше. Много взаимных претензий. Мы пытаемся сблизиться, но нужна помощь. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Как выдохнуть тепло, близость и привязанность в отношениях? Благодарю вас. Мария, спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы начали год со мной, этот ресурсный год нашей программы, что у вас самые хорошие впечатления. Для меня это очень сильно важно. По поводу вашего вопроса. Да, пережили, но как будто бы часть переживаний приятных, часть вот этих эмоций, они остались где-то там до этой истории. И сейчас ваш брак, как я слышу, больше строится на ответственности и на какой-то привязанности друг к другу, нежели вот это эмоциональное тепло и страсть. Вообще, надо признаться, что периоды такие в браке бывают. Поэтому сказать, что всё, это катастрофа, нет. То, что вы говорите, что мы пытаемся сблизиться, это говорит о том, что вы чувствуете, что это обоюдный процесс. Но нужна помощь. С чего начать? Вы знаете, вот то, что слышу я. Я скажу так. Вы такая женщина, которая может создавать вокруг себя очень комфортную атмосферу. Я это прямо вот чувствую. По вашему письму. Вы радуетесь быстро, вы благодарите открыто. Вам хочется, чтобы людям было с вами хорошо. Видите, вы говорите, как вдохнуть тепло. То есть вдохнуть тепло, это значит что-то отдать. И вы легко отдаёте. И я думаю, что немножко нужно, чуть-чуть нужно, какая-то такая вам поддержка, и дальше всё пойдёт. Мне кажется, что нужно вернуться в то состояние, вспомнить, какой вы были до того, как появились дети. Потому как вы очень, я слышу, будете такой тёплой, хорошей мамой, и архетип материнства будет подавлять ваш, скорее всего, подавлять немножко ваше женское я. Потому что, ну, понятно, что много вот всех тех задач и функций, которые как мама. И здесь нужно немного, как будто бы сделать шаг в сторону и вспомнить, о какой вы были до рождения детей. И прямо вот какие вы совершали действия, какие у вас были интересы, на что вы тратили время. Понятно, что в полном объёме вы это не можете вернуть, но нужно выбрать хотя бы какие-то такие, знаете, мозаичные моменты, чтобы встроить в свою жизнь. И вам нужно время, где вы начнёте встречаться со своей женственностью. Когда вы будете уделять внимание именно женской своей части, то ваш муж начнёт это чувствовать автоматически, и тогда будет разворачиваться к вам не только отцовской своей частью, а ещё и мужской. То есть он будет чувствовать, что вот, ага, всё-таки вы не мама его детей, а вот женщина, которая ему интересна. И, конечно, здесь скажу так, банально нужно, чтобы всё-таки у вас было какое-то личное пространство, чтобы вот что-то вы делали такое, что вас радовало бы. И следующий этап – выделите время обязательно, чтобы вы с мужем имели совместное времяпровождение, но без детей. И вот если вы говорите, что нет совместных интересов, окей, тогда пойдите по пути, что выберите его интерес. Интерес на первом этапе как свой. Когда мы чувствуем себя сильными, когда нам интересно. И если вы будете совместно этот процесс проходить, то у него будет и по отношению к вам это всё улучшаться. Но я слышу ещё, что нужно уделить внимание телу. У меня есть ощущение, что вам нужно движение, потому что движение будет запускать быстрый возврат к своей вот женственности. И вот это движение, которое, скорее всего, было немножко заторможено после того, как вы были в декрете. Движение в мыслях, движение физическое, движение в делах. И чтобы он видел, что вы немножко можете удаляться, то есть что вы можете двигаться. Не только вы рядом всегда, то есть рядом вы качественно с ним, позитивно, но вы иногда и отдаляетесь, удаляетесь, чтобы он чувствовал, что у вас есть ареал движения, что вы не обездвижены дома. Личная территория с Анеттой Орловой. Пишет нам Марина, 41 год. Здравствуйте, дорогая Анетта. Муж начал курить, меня это очень раздражает. Выговариваю ему за это. 20 лет назад, когда мы поженились, он по моей просьбе бросил курить. А вот теперь снова начал. Хотелось бы понять, в ком проблема. Не могу на него повлиять. Муж добрый и отзывчивый. Меня любит и покуривает тайком. Шикарная Марина вообще. Вообще, просто огонь. Искренне, честно, главное. Честно. Слушайте, ну, понимаете, в чем дело? Как бы так помягче ответить, чтобы... Тут, может быть, несколько сценариев. Первый сценарий, что вы по своему архетипу такая женщина-королева. И ваш муж был настолько счастлив, и настолько для него это была такая радость, и что вы согласились быть с ним, что он с огромным удовольствием принимал все ваши условия. И вы с удовольствием эти условия ему выставляли. Таким образом, как бы проверяя свою власть. И если попробовать посмотреть, то я слышу, что у вас достаточно высокая потребность во власти. Чтобы он не расслаблялся. В принципе, мы не знаем. Марина, я не знаю. Это потребность во власти. Во-первых, через что вы ее устанавливаете? Потому что это очень разные могут быть способы установления власти. Манипуляции какие-то. Там много разных вариантов. Дальше мы не понимаем, это ли ваше желание власти, либо это страх подчинения, который когда-то был. И таким образом вы выбрали человека, которого вы можете подчинить, дабы не бояться. Там можно идти к вашим родительским фигурам и так далее, и тому подобное. То есть либо вы на кого-то похожи, кто был таким властным, либо вы боитесь подчинения, поэтому выбирали человека, который подчиняется вам. Не важно, что является мотивом. Я сейчас не говорю про то, что вы приходите там с плеткой и вам подчиняются, например, из страха. Это совершенно необязательно. Вы можете получать власть разными способами. Например, люди, которые заболевают каким-то сильным заболеванием, это очень часто бывают люди, которые таким образом могут установить власть. Опять же, это тоже один из вариантов. А может быть власть через заботу и через еду. Это очень частая история, когда люди устанавливают власть через пищу. Ну, то есть кто готовит, то ты главный. И это выглядит таким образом. Когда ты придешь домой, чтобы я разогрела тебе, и все было теплым, говорит жена, набирая мужа. Потому что открыто сказать, слушай, я не терплю, чтобы ты задерживался на 15 минут. Мне нужно, чтобы ты был вовремя дома. Но открыто я это не скажу. Поэтому я буду спрашивать, во сколько ты придешь, чтобы борщ был теплым. Или же, например, с собой давать еду. Тоже вопрос. Да, дает, потому что заботится. И это тоже абсолютно часто бывает. Просто потому что очень заботится. А может быть дает для того, чтобы был символ, что этот человеку есть кому его кормить. То есть это тоже установка власти достаточно. Это можно очень долго, интересно, исследовать. И вот мне еще нравится то, что он покуривает тайком. Но даже это тайком вас не устраивает, что вы даже написали 4 строчки к нам в программу. И говорите, в ком там проблема? В ком проблема, Анетта? Научите меня, каким образом сделать так, чтобы муж все делал так, как я скажу. И вы пишите, меня это очень раздражает. И я выговариваю ему за это. Ну, вы как бы его подавляете. Подавляете как сына, может быть. Покуривает он тайком, как подросток. Подавляете как мужчину. Жалко мужика? Не факт. Может, ему это надо? Жалко ли или не надо? Может, он вообще только так и может существовать? Потому что мы же не знаем, из какой семьи он вышел. И, может быть, это его способ, в котором он чувствует, что ему безопасно. Да, мы не знаем. Потому что добрый, отзывчивый мужчина – это хороший, добрый человек, у которого, может быть, просто недостаточно агрессии в сторону, например, своей семьи. При этом он может быть очень реализованный, он может быть очень активен вовне. Но ему дома вот так важно. Он так привык со своей, например, мамой. И вот так может быть. Может быть, какие-то другие механизмы. Там много всего. Марина, я бы вам посоветовала, приходите на следующий поток самооценки ко мне. Это такая большая будет для вас работа. Ну, пораздражайтесь, в том числе и на меня, потому что не все будет вам нравиться. Но, с другой стороны, для вас это будет очень большой шаг. Потому что вот этот очень раздражает, выговаривая ему. За это это все-таки материнская позиция с высоким уровнем властности и с желанием подавить другого человека, заставить жить так, как вы хотите. Так как вам 41 и у мужа возникло это желание, то мы можем говорить, что отношения в паре, они периодически трансформируются. Если мы говорим, что он меняется, то для того, чтобы не было сильного конфронтации, сильного напряжения, чтобы не попытался... Понимаете как, если очень сильно мама подавляет, ну, надо искать кого-то, кому, как бы, тайком не только покуривать, но еще где-то чувствовать себя сильным и главным. То есть сейчас этого ничего нет, нету этого ничего, потому что вы, как бы, много даете. Как бы, ну, вот нужно искать вашу способность, где бы вы могли бы согласиться на то, что в чем-то главный он. И без страха, я почему сказала про программу, страхов у вас много, и страхи не позволяют вам довериться, и тогда вы проверяете пространство и подчиняете. Посмотрите, у меня в Телеграме, там есть про программу ВКонтакте, есть про программу, вот, про другие сети уже нельзя говорить. А вот пишет нам как раз-таки слушательница, которая в данный момент учится на твоем курсе самооценки. Наталья 57 лет, Аннет, доброе утро. Да-да-да. Пользуюсь возможностью задать вопрос, хотя я в данный момент учусь на вашем курсе самооценки. У меня непростые отношения с мамой, она человек пожилой, 84 года, и последние 6 лет живет в нашей семье. С тех пор у меня сплошные с ней конфликты, такое ощущение, что она старается меня подчинить своей воле, но я сама уже взрослый человек, у меня своя жизнь. Спасибо, если хотя бы намекнете, в каком направлении мне действовать и что делать. Это очень сложная ситуация, Наталья, вот, потому вы и задаете этот вопрос, потому что на него нет ответа по большому плану. Нет ответа, потому что вам 50 лет, и дальше получается, что мама уже взрослая. То есть мы говорим, что маме 7-75 и так далее. Да, если мы говорим, что отношения... У вас в семье разворачивается драма власти. И взрослый человек в силу каких-то определенных причин, может быть, чувствует себя слабее, может быть, наоборот, отказывается чувствовать, что что-то меняется, прежний порядок. Она хочет, чтобы, в общем-то, главной была она. А так как вы вместе живете, то, получается, и вы уже как бы немаленькая девочка, у вас возникает, и тем более, что вы занимаетесь собой, вы стараетесь обучиться о себе, вы уже не согласны на то, как было. А мама хочет, чтобы было как раньше. Здесь, скорее, немножко надо, наверное, надо включить фантазию, воображение и принять тот факт, что мама так себя ведет от ее внутренней сильной слабости. Если вы сейчас ее, условно говоря, прямо резко победите и всю правду ей расскажете, почему я всегда вам на программе говорю, пока учитесь, пожалуйста, резкие движения не делайте, постепенно. И там тоже говорю, когда взрослые родители, будьте аккуратны. Если мама привыкла к власти, а вы, например, сейчас станете такой сильной, у вас границы появились, вы тверже, вы свободнее, и вы понимаете все, и вы можете противостоять, у вас нету такого чувства вины, как было раньше, то вы, например, совершаете, как вы четко простраиваете границы и говорите, мам, стоп, вот тут нет. Она начнет болеть сильно, она начнет власть осуществлять через болезнь. Почему я всегда говорю, и помните, что с взрослыми родителями надо быть аккуратными, потому что они меняются в последнюю очередь или не меняются. Поэтому пробуйте искать, как бы вы могли бы в других сферах черпать себе. Мама взрослая, отдельно уже вы не можете, как я поняла, жить, потому что, скорее всего, да, поэтому выбирайте себе время, возможности для того, чтобы заниматься собой, выходить, отделяться и иметь свободное отдельное время. И еще хвалите маму, хвалите ее почаще, как ребенка. Если будете хвалить, ей будет легче, то есть она будет чувствовать, что она нужна, и вот этот порог получить внимание через власть будет уменьшаться, потому что ей нужно какое-то такое теплое внимание, вот я так думаю. И это не значит, что все, что я сказала, это так и есть в вашей ситуации, это тонкий очень вопрос. Личная территория с Аннетой Орловой. Пишет нам Ирина, ей 41 год. Добрый день, Аннетта, благодарю за ваш труд. Вопрос мой связан, опять же, с мамой. Маме 62 года, активная пенсионерка, но в последние годы появились прямо фобии пауков и метро. Она постоянно об этом говорит. Стала очень тревожной и нетерпима к окружающим. Папа, то есть ее муж, замкнулся и постоянно молчит. Внук 5 лет не очень хочет с ней проводить время. Что происходит с ней, я не могу понять. И как действовать, тоже не понимаю. Какие мы можем дать в этом случае советы? Ну, на самом деле, да, ситуация не очень приятная, потому что у вашей мамы возник такой фобический невроз, так скажем. Это такие внезапные приступы тревоги. И появляются ситуации, в которых очень явно возникает избегание. На самом деле, если глубоко это смотреть, то какие-то детские переживания у нее активировались. Просто когда-то они были подавлены, психика была крепкая, более сильная. А в последнее время есть такое понятие в психиатрии – это отряхление психики. То есть годами человеку сложнее справляться с вытесняемым материалом. То есть тот материал, который мы обычно вытесняем, об этом не думаем, забываем, не принимаем, не признаем. Тот материал, который мы, используя разные защитные механизмы, как бы пытаемся об этом не думать, то с годами, когда у человека ресурсов становится меньше, это начинает все проявлять себя. И здесь мы можем говорить о том, что, скорее всего, внутри матери растет какая-то враждебность, напряжение. И вот эта внутренняя какая-то есть у нее опасность, которую от нее самой она ощущает, то есть ей все не нравится. И тогда она часто начинает это проецировать на какие-то внешние объекты. То есть фобии – это часто проекция той внутренней опасности, то, что внутри человека на человека нападает, на то, что он отказывается видеть. И я слышу, что здесь общий фон тревоги. То есть есть что-то, что маму пугает, есть что-то, что создает ей очень сильный дискомфорт, но она не в контакте с этим. И тогда начинают возникать вот эти иррациональные ситуации, то есть ситуации, которые невозможно объяснить. И здесь нужно искать, что вызывает у нее ощущение давления. То есть в метро давит много людей, ощущение, что вдруг там, например, утрата контроля. В метро очень часто нападают страхи на людей, которые склонны к контролю. Что-то там, у кого много стыда, вот такие страхи, связанные со стыдом. Я бы посоветовала бы в данном случае обратиться к психотерапевту. То есть фобиями занимаются когнитивные психологи. Но если мы говорим про возраст, я бы все-таки сказала бы, что лучше пойти к психотерапевту, потому что врачу, который тоже может владеть техниками когнитивными, который бы посмотрел, поговорил бы подробно, и при необходимости бы, во-первых, назначил, может быть, курс индивидуальной работы, но, скорее всего, назначат препараты, которые бы могли бы поддержать ее психику. И это важно. Многие люди избегают, отказываются, а психика разрушается. Потому что враждебность, которая вот сейчас, то, что ребенок будет избегать, потому что ребенок не хочет общаться там, где есть негативные эмоции. Муж замкнулся, потому что ему тяжело, он хочет тоже отдалиться, но это его способ. Враждебность возникает как результат очень сильного внутреннего дискомфорта. Если психотерапевт правильно поймет ситуацию и даст правильное, пропишет правильное лечение, то враждебности не будет. Это реактивность, это способ защиты. И последний вопрос на сегодня. Если очень быстро, я думаю, успеем. Ульяна нам пишет, ей 34 года. Добрый день, Анетта. Спасибо вам за профессионализм. Спасибо, Лена. Анетта, подскажите, пожалуйста, возможно ли научиться любить делать то, что делаешь, потому что надо, и если да, то как это сделать? Проблема с ресурсом, не знаю, откуда черпать энергию, так как повседневные дела не приносят энергии, а только расстраивают ресурс. Ульяночка, моя дорогая, здесь неоднозначно... Ульяна. Да. Ульяночка, да. Да, да, да. Вот это, да. Поэтому неоднозначно. С одной стороны, да, вот в работе со своими учениками часто сталкиваюсь, я бы хотела научиться делать вот то, что мне не нравится. Я всегда говорю, что вопрос, нужно сначала исследовать, нужно ли этому учиться, потому что научить человека быть высокотолерантным к негативным эмоциям я могу. Я много и долго училась в разных местах, и научить человека быть очень терпеливым и не реагировать на внешние неприятные факторы – это тренировка специальная, определенная техника, в которой человек усиливается его толерантность, это в том числе спортивная психология и все остальное. Вопрос в другом, а нужно ли этому учиться, потому что таким образом мы как бы прокачиваем ваши границы внешние на то, чтобы терпеть внешний дискомфорт и при этом как бы выдерживать это. В каких-то ситуациях это необходимо, но это необходимо тогда, когда по-другому нельзя. И тогда терпение – необходимая составляющая жизни. А если терпение – это защитный механизм, потому что я не умею выходить во внешний мир и что-то менять, нужно ли учиться такому терпению? Поэтому нам нужно разбираться здесь. Во-первых, то, что вы не хотите делать, вы не хотите, потому что это в вашем понимании не приносит результата, тогда надо смотреть, как вы общаетесь с результатом. Может быть, вы хотите немедленного результата, а если действия поступательные и этапные, а вы не получаете результата на первом этапе, у вас теряется интерес, это становится обузой. Тогда нужно менять мотивацию и понимать, что это у вас нетерпение приводит к утрате интереса. Нетерпеливость, вернее. Это другая будет история. Либо вы нагружены чужими делами, кто-то вам дает постоянно большое количество задач, и вы в них не чувствуете себя. А вам, например, важно видеть результат, как ваш собственный продукт. У вас будет утрачиваться интерес. Учить можно к этому проявлять интерес, только смысл, потому что в вашей базовой потребности есть желание получать конкретный результат. Вот, например, у меня с детства была потребность в лидерстве определенном, и мне важно получать результат. Если меня, например, куда-то диспетчером посадить, где я буду просто переключать звонки, я буду себя плохо чувствовать, и это не будет давать ни другим качественной моей работы, ни мне комфорта. И последнее. Поисследуйте, пожалуйста, а может быть, вам страшно что-то делать, и тогда вы утрачиваете энергию. Все это очень разные истории, и с ними можно разбираться длительно. Выжили все из отведенного нам времени. Анетта Орлова, Тимур Соколов, мы говорим вам пока. Спасибо, Анетта. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова